Всем привет, ребят! С вами снова я, Ксюша, и в своем предыдущем видео я затрагивала тему роста. Это было видео про высоких девушек, потому что я сама высокая. Вот, я там разбирала как бы и минусы, и плюсы, что нужно делать, что как бы не нужно делать. Если вам это интересно, то приходите и смотрите мое предыдущее видео. А сегодня я хочу поговорить с вами на тему, так сказать, стройности. Это касается всех девушек, независимо от того, высокие они или, например, низкие. Каждая девочка хочет иметь практически идеальную, ну, по крайней мере, для себя фигуру. Быть стройной, подтянутой, и сегодня мы поговорим на эту тему. Ну и первое, с чего начнем, это штаны. А именно сейчас, наверное, уже все знают, что в тренде вообще, в принципе, более широкие модели. Узкие джинсы сейчас почти никто не носит, ну, либо это нужно как-то очень хорошо сочетать. Вот сейчас носят все либо какие-то полуприлегающие модели, либо прям совсем широкие джинсы. И это считается, ну, прям таким трендом. Вообще, я считаю, что такой тренд, именно такие джинсы, подойдет, в принципе, девушкам с любой фигурой, там, будь ты, там, худая, либо же, наоборот, имея лишний вес. Я думаю, все равно это будет смотреться классно, потому что, например, все-таки мы говорим о стройности, давайте поговорим о талии. Такие джинсы, по моему мнению, должны быть именно с завышенной талией, потому что, если, например, у тебя есть немного лишний вес, или даже просто ты нормального такого телосложения, то, если у тебя джинсы будут с завышенной талией, ты просто можешь надеть ремень и не то, что прям вот утянуть эту талию, а просто подчеркнуть ее ремнем, ну, тогда у тебя, ну, а твои бедра нормальные, твои бедра более широкие, они останутся точно такими же, и у тебя получится, как бы, такая хорошая, красивая фигура. То же самое могу сказать и про девочек, у которых бедра свои не широкие от природы, это, например, у меня так, тоже можно носить такие джинсы, которые более широкие и тоже с завышенной талией, потому что вы точно так же можете подчеркнуть талию, она у вас будет видна, но при этом за счет фасона джинс у вас появятся еще и бедра, потому что, ну, в бедрах они, джинсы вообще пошиты так, что они в бедрах должны, ну, не должны носиться в обтяжку, а потом к низу, как бы, ноги, где заканчивается штанина, они опять сужаются, и от этого у вас тоже появится видимость, то, что у вас, в принципе, есть и талия, и вроде бы бедра немного, поэтому я считаю, что вообще вариант таких джинс подходит как худым девушкам, которые прям вот-вот-вот, прям вот очень худые, потому что будет создаваться впечатление, что вы смотритесь толще, а я думаю, все-таки вам это нужно, ну, по себе просто знаю, и точно так же подойдет девушкам более полным, потому что в то же время, даже если вы пощеркиваете талию, или там у вас бедра все равно не в обтяжку, это все джинсы скрывают. Также, что касается, так сказать, подворотов, потому что сейчас много кто до сих пор ходит, подворачивает джинсы, я считаю, что если джинсы все-таки подворачиваете, то тем самым у вас ноги смотрятся короче, то есть, например, это для высоких девушек подходит, если вы подвернете там, ну, на разочек или на два раза джинсы, если вдруг они вам длинные, что бывает, наверное, все-таки редко, вот, то у вас ноги будут смотреться короче, но я хочу сказать, что я замечаю, что очень часто подворачивают джинсы девушки, которые ростом именно маленькие, и если вы не хотите как-то подчеркнуть наоборот то, что вы маленькие ростом, или хотите смотреться выше, то вам не нужно подгибать джинсы, вам просто лучше найти прямые джинсы, которые будут носиться либо как укороченная модель, либо просто возьмите, и если вы все-таки купили джинсы, они вам вот тут вот на вас сидят полностью идеально, но они вам длинные, просто не подгибайте, а обрежьте их, потому что именно мое мнение, что на вас будут они смотреться лучше, если джинсы будут обрезанные, так как это будет смотреться все-таки более стильно, потому что я считаю, что подвороты, они вот остались в тех годах, когда их раньше, там года два назад все носили, вот они там все остаются. Нет, я, конечно, ничего не хочу сказать против подворотов, их, конечно же, сейчас можно носить, это не то, чтобы они прям там именно остались, нет, сейчас их тоже много людей носят, но все-таки ноги смотрятся короче, и если и подворачивать джинсы, то, ну, их подворачивать надо на раз или на два максимум, я просто видела то, что, например, некоторые девочки подворачивают, ну, которые маленького роста, и, например, им джинсы длинные, они их подворачивают на раза три или четыре, и потом просто около щиколотки идет вот такой вот толстенный подворот, и от этого вроде бы ноги начинают смотреться еще шире, еще короче, и тем самым, ну, просто рост укорачивается, то есть, если вы высокая, то вам это в плюс, а если вы низкая, то вам лучше брать именно просто укороченные джинсы. Ну, и то же самое касается, в принципе, джинсы или просто каких-то там спортивных штанов, которые внизу на резиночке, то просто, опять же, они сами по себе все равно широкие, не в обтяжку, и самое главное, чтобы они шли до талии, то есть у них была высокая посадка, и талию вы бы, ну, указывали либо ремешком, либо чтобы тут был, например, шнурок, где вы могли ее просто завязать, и тогда у вас все-таки будет смотреться стройная фигура, именно вот в плане талии. Следующее, переходим, это кверху, именно какие-то кофты или футболки, а сейчас в тренде все-таки оверсайз вещи, это вот наподобие, например, вот такой футболки, это как минимум очень и очень удобно, я сама просто обожаю такие футболки, потому что они, в принципе, могут подойти ко всему, вообще к любой одежде, их можно носить и на выпуск, где они просто будут такими прямыми, также можно вот сюда вот надевать, там, заправлять их в джинсы, точно так же под ремень, и это будет, наоборот, еще больше подчеркиваться ваша талия, если вы будете именно такую объемную футболку заправлять. Что касается футболок в обтяжку, сейчас это, в принципе, почти уже никто не носит, нет, носят, конечно, какие-то, например, маечки, но и то уже не в обтяжку, а тоже вот более такого свободного кроя, либо же носят топики, топики это в обтяжку, это смотрится красиво, удобно, сейчас их надевают, по-моему, под все, что угодно, это и под рубашку, и под какие-то там джинсовки, кофты, смотрится это, опять же говорю, очень классно, но тем не менее, даже если вы решили надеть какую-то кофту в обтяжку или в футболку, где именно вот это место будет обтягиваться, то вы должны быть без каких-то, так сказать, складок вот здесь вот, потому что я не знаю, много кто думает, ну, как бы я, по крайней мере, с таким встречалась, что если надеваешь одежду в обтяжку именно вот здесь, то если у вас есть какой-то, например, лишний вес или что-то в этом роде, эта одежда в обтяжку вам утянет, и этого ничего не будет видно, и вы будете казаться стройнее, на самом же деле нет, вы наоборот подчеркнете, там, если у вас есть какие-то складки, вы это наоборот будете подчеркивать одежды в обтяжку, и от этого будете смотреться массивнее, следовательно, все ваши недостатки будут, ну, грубо говоря, видны, поэтому в таком случае лучше носите оверсайз вещи, это при необходимости, вы сможете их как-то и, ну, как бы показать талию с ними, и вообще это смотрится сейчас намного матнее, даже, ну, любая какая-то вещь в обтяжку, и это даже так удобно, что без разницы, есть ли у вас какой-то лишний вес или живот, нет, вы просто худая, все равно носите оверсайз вещи, это смотрится прям, ну, я не знаю, я прям обер... я прям обеими руками за вот такие вот свободные футболки. Следующее, точно так же про верх, вещи шьются, в принципе, ну, обычными стандартными размерами, и зачастую такое бывает, то, что, например, приходит девушка, там, маленького или, ну, среднего роста, покупает, ну, допустим, рубашку, и она на ней смотрится красиво, рубашка с длинным рукавом именно, и рукав ей смотрится, ну, вот, как он должен, в принципе, быть по длине, а если такую же вещь, именно эту же рубашку по мере девушка высокая, то бывает такое, что там просто рукав смотрится вот такой вот, то есть он и не туда, и не сюда, он и не до конца, и не как-то три четверти, поэтому в таком случае высоким девушкам лучше рукава всегда подгибать, это смотрится более, так сказать, эстетично, особенно если у вас, ну, вот тут вот худые руки, и если добавить там какой-то бижутерии или браслетов, ну, не вот таких вот, а красивых именно, то это будет смотреться очень классно, наоборот, подчеркнется и ваша вот эта вот красота руки, так сказать, и вы не будете смотреться такой высокой, потому что если вы будете носить вещь, вещь, именно, ну, какую-то рубашку с длинным рукавом, которая вот такая вот вам короткая, это будет сразу понятно, что в какой-то степени вам рубашка просто не по размеру. А если вы подогнете рукав, добавите сюда украшения, то тем самым вы подчеркнете всю стройность, изящность и эстетичность как минимум ваших рук. Следующее, переходим к обуви. Я вообще про это говорила в своем предыдущем видео, касаемо высокого роста, но это, в принципе, точно так же касается и стройности, и вообще любого роста. Просто сейчас повторю, именно, если вы хотите, чтобы ваши ноги смотрелись более, к примеру, стройными и, ну, так сказать, подлиннее, чем они есть на самом деле, то есть визуально их сделать длиннее, то в таком случае вы должны носить обувь в цвет ваших ног. К примеру, если вы ходите летом без колготок, вот с обычными своими ногами, то вы должны купить какие-нибудь босоножки, либо, ну, например, кроссовки бежевого цвета, то есть именно в тон ваших ног, которые издалека не будут как-то сильно, ну, сильно выделяться по сравнению с вашими ногами. А если же вы хотите, наоборот, уменьшить ноги, если у вас, например, вы высокие, у вас длинные ноги, например, как у меня, то в таком случае вы должны носить обувь уже, ну, которая будет как-то, ну, разных цветов, к примеру, там, с обычными вот такими вот белыми своими ногами летом. Нужно носить какие-то более цветные кроссовки, которые будут издалека видно, и вы будете идти как бы на контрасте именно вот касаемого вашего низа. Следующее, что касается также низа, а именно шорт, потому что сейчас вот лето, и много кто ходит в шортах, даже несмотря там на фигуру девочки, правда, много кто ходит в шортах. Сразу хочу сказать, что если вы носите шорты в обтяжку, то есть это, например, точно такие же мини-шорты, но они идут вам в обтяжку, то визуально ваши ляжки будут смотреться больше. То есть, возможно, для кого-то это и красиво, если, например, девочка, ну, худая, на ней это не будет как-то смотреться массивно, просто будет именно акцент на ногах такой сосредоточен. В таком случае сейчас в тренд все как бы заходит, шорты более, так сказать, широкие. Чтобы смотреться более стройно, шорты должны быть, ну, опять же, допустим, с высокой талией вы точно так же талию можете подчеркнуть ремнем. Затем шорты также должны быть в бедрах вам не в обтяжку, а более широкими. И, ну, грубо говоря, они пройдут вот эти широкие места для бедра, и потом все, у вас шорты заканчиваются. И нога, именно где вот ляжка, она будет не в обтяжку, потому что, ну, точнее, за счет этого нога будет смотреться намного стройнее, то есть у вас, ну, будет спокойно, ну, такая хорошенькая стройная ножка. А за счет того, что вы подчеркнете талию, и шорты будут вам свободны, у вас еще появится какой-то объем в бедрах, и это все, в принципе, будет смотреться, ну, только в плюс вам. А если вы, к примеру, невысокого роста, и вот, например, в таком образе, с такими более широкими шортами вы продолжите свой образ, точнее, завершите его сандалиями в цвет ваших ног, там, например, это будут, там, даже босоножки какие-нибудь на каблуке, то у вас тогда ноги будут смотреться именно длинными, стройными и красивыми. Ну, я думаю, что это видео подходит к концу, и нам его с вами пора заканчивать. Напишите мне в комментариях, вообще, понравились ли вам мои, так сказать, советы по поводу стройности, потому что я их нигде не находила, я их брала именно вот, ну, грубо говоря, из головы, то есть я вам говорила то, что я думаю по этому поводу, напишите, согласны ли вы вообще с этим, понравилось ли вам это. Также поддержите меня лайками, если вам это понравилось, и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить другие мои видео на, к примеру, ну, какие-нибудь такие же темы, возможно, я еще сниму видео точно так же про стройность, если оно вам зайдет, поэтому подписывайтесь, дайте мне знать, что вам это видео понравилось, если все-таки понравилось. Ну, а с вами, как всегда, была Ксюша, и всем пока!